Слава Украине! Привет всем от Полонского! Итак, как же Россия сейчас набирает пушечное мясо, которое должно задвухсотиться в Украине? Все прекрасно знают, что когда они едут на войну в Украину, это дорога в один конец. Назад они, конечно, иногда пребывают, но все больше по частям. Итак, в связи с тем, что желающих, скажем так, вменяемых, нормальных, с нормальными мозгами больше нет, то на сегодняшний день, по нашим данным, на России приступили к плану Б. Вот такой. Вот так вот, да. Можно жухать-чухать вот так, а можно чухать вот так, да? Так вот, они сейчас делают именно вот такую манипуляцию. И, чтобы вы поняли, на сегодняшний день пошло массовое освобождение педофилов. Да, и не только педофилов. Речь идет о том, что пошли массовые освобождения педофилов, осужденных по статьям за изнасилование, по статьям о употреблении, распространении наркотических средств и другим тяжелым преступлением. На каком основании их освобождают, если они согласятся в составе доблестной российской армии чесать, воевать в Украину. Вот так вот. Представляете, вот когда они все повоюют, ну и там же часть вернется назад. Представляете, вы их потом будете, ну, когда вы уже продуете, все там, ну, парад на Красной площади все равно надо проводить. Вам расскажут, что вы победили. Правда, украинские войска взяли Белгород, но это, ничего страшного, все равно же победили. Посмотрите, какие красавцы там на Красной площади знают. И марширует, представляете, уже после войны, да, на Красной площади перед Путиным. И если Путин уже крякнется к тому времени, значит, перед Патрушевым или кого-то там другого назначат, поскольку выбора у вас все равно нет, марширует рота педофилов с унитазами намародеренными. За ротой педофилов рота насильников с каврами намародеренными. А за теми идут рота наркоманов. Ну, этих тяжело что-то взять в руки, кроме дури. И они такие с дурью идут и пыхтят. И главный пыхкатун стоит там на вазале и все это, так сказать, принимает парад. Ну, перед этим он тоже, наверное, принимает. Героям слава.